Хотовское городище, городище скифского времени. Первые ранее государственные образования на территории Украины укладываются в рамки современных границ Украины. Западную и восточную границы Великой Скифии определялись очень четко, соответственно по реке Дунай и реке Дона. Уже в пятом веке до нашей эры историки описывают скифию как единое целое, четко отделяя ее от других земель в пределах квадрата, нижней основной которой была северная побережья Черного и Азовских морей. Просторы Великой Скифии простирались вширь на 700 километров от Дуная до Дона и примерно настолько же вглубь от Черного и Азовского морей почти до впадения в Днепр Припяти, образуя гигантский квадрат, который в общих контурах почти совпадает с границами современной Украины. Расположенная на высоком плато в селе Хотов Киевской области, является самым северным городищем с времени на правобережье Днепра. Имеет статус археологического памятника Украины национального, ранее республиканского значения с 1965 года. В 2001-2009 году этот статус был подтвержден новым постановлением. Городище внесено в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Хотовское городище занимает высокая плата почти со всех сторон, ограниченная долинами ручьев. Северо-западные и северо-восточные края плата высокие и обрывистые, южные более низкие. Частично разрушен эрозией и хозяйственной деятельностью в некоторых местах застроен. Непосредственно под ним проходит плотно застроена улица Пироговская. Северная часть городища в 2009-2010 годах была уничтожена строительством дворца приусадебной территории. Потовское городище под названием Селище Серяков, Селище бывшего села, упоминается в источниках с 1465 года, когда киевский князь Семен Улейкович подарил его князю Юрию Борисовичу. После этого Селище сменило еще несколько хозяев. В 1588 году князь Матвей Вранецкий передал его в Киево-Печерской лавре, в собственности которой оно оставалось почти 200 лет. Наконец, в 1786 году в ходе секуляризационной реформы Екатерины II городище перешло в пользование жителей Мехотова. Некогда росший на нем лес уничтожили, и землю покрыли поля и огороды. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok